У нас в студии психолог Михаил Лобковский, и сейчас есть у вас возможность задать вопросы. Давайте сразу прибьем звонок, надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Добрый. Вот длинный у меня вопрос будет, но рада позвониться. Да, давайте. Спасибо. Вот, гость психолог. Слушал первую часть. Интересно, занятно. Но вот вопрос мой следующий. Вот немножко трудно объяснить. То есть психологи, они обычно, ну как, они в белых перчатках, осторожненько, словесный такой подбор особенный и так далее. И тут я слышу такую очень линейную речь с несколькими цитатами, там, на тарелке, с понтами, флаг в руки и так далее, и так далее. И это все может быть хорошо для некоторых людей, да, то есть вот я из тех, который когда идет к врачу, говорит, вот так, у меня пять минут, давай почини меня. Вот мне, может быть, это годится. Но особенно касаясь вот прибалтийской аудитории, которая и так уже тихонько с вопросами, а куда еще там ручку поднимать и рассказывать ситуацию о себе, иногда это надо вытаскивать вот такими клещами. То есть вот как вы вот в этих семинарах, то есть вы немножко меняетесь или вот людям именно это и нравится? Это и есть вот это отличие. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Смотрите, я сниму, да, наушники. Очень многие люди путают ток-шоу на радио с консультацией. Здесь я не консультирую. Здесь мы же разговариваем. Я, как обычный человек, не на работе, разговариваю тем, может быть, примитивным языком, которым я объясняюсь. Отсюда слово понты, флаг в руки, это еще, кстати, не самое большое, что я обычно говорю. У меня даже есть поговорка любимая. Какая? Если у бабушки были яйца, это был бы дедушка. Но я так не разговариваю во время консультирования, понятное дело. Но слушатели могут подумать, что вот здесь происходят какие-то психологические действия, и странно от психолога слышать такие обороты. Нет, здесь у нас ток-шоу. То есть мы, это радио, мы здесь разговариваем. А лекция? Лекция – это между консультированием и радио. Нет, лекция все-таки более свободная речь. Вот самая несвободная речь, как правильно сказал наш слушатель, когда люди подбирают слова, это, видимо, консультирование. Но я вам хочу сказать, что я исповедую, у нас будет как раз сегодня, что мешает, надо быть счастливым, некоторые жизненные правила. Я хочу, если вы позволите, первыми тремя поделиться, которые действительно могут изменить жизнь к лучшему. Первое, оно общественно полагающее, называется «делай то, что хочешь». В частности, говори то, что думаешь. А когда вы подбираете слова, то вы пытаетесь построиться под собеседника, что уже говорит о том, что вы имеете невротические проблемы. Потому что вы не ведете себя естественным образом. Вы пытаетесь, будучи зависимым от других людей, понравиться им, сделать так, чтобы им было комфортно с вами, угодить, вам или нужно от них что-нибудь. И вы действительно подбираете слова. В каждой конкретной ситуации вы можете объяснить, почему вы себя так ведете. Второе, не делай то, что не хочешь. Правило, которое, собственно, вытекает. И с первого, это предполагается, что не надо терпеть то, что тебе не нравится. Вот я стараюсь не заниматься теми вещами, которые я не люблю. Ну, третье, оно очень смешное. Надо сразу говорить то, что тебе не нравится. Объясню тут смысл в чем. Большинство неврозов, это еще Фрейд заметил, связанное с чувством обиды и унижения. Вот это чувство обиды у человека возникает, когда ему что-то не нравится, и он в себе это держит. Пока это не превращается в какой-то уксус в нем, это все бродит, да. И чем больше он молчит, тем больше взрывается его мозг, потому что чувство обиды его просто переклинивает. А когда вы сразу говорите, там, мне это неприятно, да, мне не нравится этот разговор, то вы даже обидеться не успеваете. Вот тогда невротик обламывает себе кайф. Простите своеражение. А как же обидеться? А как же заморочиться? Если ты все время будешь сразу... Как же жить с этим? Граждем в голове. Да, я вспомнил, да, этот ролик шикарный. Так вот, я хочу сказать, что если вы будете исповедовать хотя бы три вот этих главных правила, делать то, что хочется, не делать то, что не хочется, и сразу говорить то, что не нравится, то же и реально начнет меняться к лучшему. И вы станете более счастливым, я так понимаю. На меня посмотрите. Ну а это не ведет к какому-то эгоизму. Делай, что хочешь, не делай, что не хочешь, а на окружающих, в общем-то, можно, ну, как бы так. А, ведет, и то, что вы, Оксана, говорите, говорит о некой рабской психологии. У меня рабская психология. Да не только у вас. Почему только у вас, вы думаете? У большинства из нас. Это уже успокаиваю. Такое советское наследие. Если я буду вести, как я хочу, да, то это эгоизм. Дело в том, что когда человек имеет высокую самооценку, он считает, что он хороший. Поэтому он же не может ничего плохого сделать, правильно делает то, что он хочет. Но когда возникает такой вопрос, что если я буду жить, как я хочу, то у других будут проблемы, значит, у вас, вы себе не очень уверены, как в человеке. Я правильно понимаю? Это вопрос ко мне? Это вопрос к вам. Я опущу этот вопрос. Давайте к следующему перейдем. Давай. Я хочу сказать, что Михаил 10 лет работал в школе, но работал, работал в советской школе, да, в советское время. Я работал в советской школе, ну, два года я работал в израильской школе, но это была школа рабочей молодежи. А что общего в латышской школе? В латышской школе, в груди, Господь, да. Латышская школа с советской школой, российской, вы в России работаете? Я думаю, что не так много общего, кроме того, что кадры школьные одной ногой все-таки в СССР стоят. Потому что я не думаю, что всем учителям Латвии 25 лет. Некоторые, типа, 60 и по 70 даже, правда? И они и образование получили, и работали в советское время. Ну, надо сказать, что Латвия, наверное, в советское время отличалась больше демократичностью, чем, например, Россия или Украина. Ну, как вообще страна, которая гораздо позже была присоединена? Она все-таки, там, с какого, 39-го, да, 40-го года, а не 17-го. Но, тем не менее, какие-то гимназические основы образования, вот то, что существует, как я считаю, недостаток, наверное, существует в латышской школе. Вы знаете, что финны там пошли совсем далеко вперед, отменив вообще напрочь уроки. У них вообще все по-другому. А Япония отказалась от гуманитарных предметов типа политологии, общества ведения и другого, как ненужных. А как вы, вы меня спрашиваете, как будто я учился в латышской школе. Нет, я просто, мне кажется, что, ну, на чем вы будете основывать лекцию вот с людьми, если школы отличаются? Я не буду говорить, сколько про школу, сколько про отношения между родителями и детьми. Дело в том, что то, что я говорил, например, вот вы начали разговор с того, что спросили, как ребенок в школу должен уйти с утра, да, собираться и так далее. Это в американской школе он должен, и во французской школе. И здесь вообще разницы никакой нет. А его отношения в школе с детьми-учителями. Вот давайте опять вспоминаем тот же Лондон. Такой был вопрос. Значит, в Лондоне везде камеры в школах стоят. Если один мальчик другому навалял, а другой ему ответил, то он окажет того, который ответил, потому что камера зафиксировала, что он ответил, и родителей вызовут в школу. И им администрация школы, родителям говорит, если вашего ребенка побили, он должен пойти к директору или к учителю и сказать об этом. Когда они говорят, вы что, с ума сошли, это у меня мальчик будет ходить и жаловаться, что его побили. Но если он, не дай бог, даст дачу, то мы его, может, даже из школы исключим за это. Вот так вот. То есть это, видите, не имеет отношения ни к Латвии, ни к Англии, ни к Советскому Союзу. Это общечеловеческие ценности и, собственно, попирание этих ценностей. Конечно, ребенок должен с дачи дать, а не ходить и жаловаться, если он не девочка. Девочка может пойти пожаловаться. Но как можно объяснить человеку, что он 12 лет будет в школе и счастливо должны пройти эти годы? Ну, объяснение, оно смысла не имеет, потому что вы можете сколько угодно говорить, как говорят на Востоке, слово халва, но во рту слаще не станет. Да. Но если вы будете себя правильно вести, а в этом правильном поведении, главное, не трогать тему школы, дома вообще. То есть тема школы может быть только с подачей ребенка. Дайте самые простые вопросы. Не надо спрашивать, что сегодня было в школе. Не надо спрашивать, что тебе сегодня задали. Не надо спрашивать, сделали ли ты уроки, собрал ли ты парфель, приготовил ли ты форму на завтра и так далее. Не надо спрашивать, с какого часа вы его к первому уроку или ко второму и бла-бла-бла. Вы можете о чем-то другом, хочется спросить, общаться? О погоде, о природе. Если ребенок подходит и говорит, мама, я не понимаю это. Мама может сесть с ним и объяснить ему, если он еще понимает. Но если он не спрашивает, считайте, что у него все нормально. Вот тогда эти 12 лет будут более-менее вменяемыми. И не превращаться. Я хочу еще гайку закрутить, Марис. Куда больше. Я сейчас скажу, вы поймете, куда больше. Там есть куда больше. Если вы будете скандалить из-за школы с ребенком, ну из-за средней школы особенно, то это и есть ваше отношение на всю будущую жизнь. Когда вам будет 40, а вам будет 65, он вам звонить не будет. Ему будет плевать, болеете вы или нет, потому что вы достали уже в школе. Он старается как можно быстрее свалить из дома. И он привлекнет к тому, что даже когда вы звоните ему, а вам уже 65, вы не можете нормально говорить. Вы тоже будете ему делать замечания. Будете спрашивать, ну а как ты себя чувствуешь? А почему ты холодно одеваешься? А почему ты шарф не надел? И все это дерьмо со школы будет продолжаться. Ну а куда спрятать все эти переживания? Я понимаю, что мне тогда... Я хочу спросить про портфель. Ребенок выходит из дома в тапках, а не в сапогах. Ну пускай идет. Нет, Марис, вы как родитель, конечно, несете ответственность за ребенка. Он не может по снегу, например, ходить в тапках. Вы его вернете и переоденете. Но не надо превращать тему школы в домашнее обсуждение. Тут должна быть концепция, направление правильное. Дом это святое место. Занимайтесь с детьми просто так. Ими даже заниматься не надо. Общайтесь. Получайте удовольствие от их детства. Они же вырастают. Ну а как если родители приходят домой, они обсуждают, что за день случилось, что у кого на работе было. Это нормальная такая ситуация. Ребенок как-то... Может, его тоже надо привлекать к этому разговору? У него за день случилась школа. А как у него не спрашивать про школу, если мы вот это обсуждаем примерно то же самое? Ну если он не подойдет. Ну пусть сам подойдет и скажет. Он должен хотеть поделиться. А как-то интерес проявить. Нет. Когда вы у него спрашиваете, ему уже не хочется разговаривать. Вы понимаете, вы обламываете даже, если и было минимальное желание пообщаться. А еще такая проблема. Обычно спрашивают не у отличников, правильно? Обычно спрашивают у проблемных детей, что было в школе. Вопрос неприятный. И у них защита. Как говорила моя мама, кто сказала, мать при новобрачных. Не всем нравится, когда у нее в школе двойки, а мама спрашивает. Ну что, расскажи, что сегодня было нового? Как бы издевательски. Понимаете, когда ваш ребенок учится на одни пятерки, что является очень здоровым признаком. Это так называемый... У нас десятки. А? А, десятки, да? То есть пятерки, это здорово как раз признаком. Ну, это тоже плохо. Значит, смотрите, когда на десятку, то это перфекционизм уже. Это плохо? Это плохо, это очень высокая тревожность. Значит, есть единицы детей, которые такие вундеркинды. Вот у меня в классе был сын знаменитого ныне покойного культуролога Сергея Сергеевича Аверинцева. Такой был выдающийся человек. Его сын уже к первому классу учил около шести языков иностранных. Три из которых были мертвыми. Типа греческий, латынь еще какой-то. Ну, древнегреческий. Вот он ему что первый класс, что пятый одинаково. Он и так все это понимал. Просто отбывал, так как была необходимость получать образование. Он ходил в школу. Но ведь мы понимаем, будем честны друг с другом, что 90% как правило девочек отличниц, да? Это абсолютные слезы. Это 10 раз переписанные домашние работы. Это мама. Тут непонятно. У меня О, Илья написана. И сейчас давай по новой. Как Толстой Анну Каренину в 13 раз переписывать. И очень жесткая цена вопроса. Чтобы получить золотую медаль или красный диплом, да? Люди пашут. Но смысл учебы не в том, чтобы ты какой-то как этот заяц за морковкой бегал за этой медалью. А в том, что ты делал то, что тебе нравится. Это не спорт. Это не спорт. Это вообще бред какой. Какая золотая медаль? Зачем? А как же амбиции? Вот если вот амбиции у человека на золотую медаль, что тут плохого? Оксана, вы тут начинаете глубоко копать. Амбиции это тоже не в рост. Амбиции здоровыми не бывают. Слушайте, у меня тогда другой вопрос. Вообще здоровые люди в принципе бывают? Да. А у них нет амбиций. В принципе. Я не считал. Вот вы понимаете, в жизни не надо стараться что-то добиваться. В жизни надо жить и получать удовольствие. Теперь, почему мы все тем не менее добиваемся? Вот я знаю, что Марис прекрасный фотограф. Не за медаль. Потому что нравится, видимо, фотографировать. Правильно? Ну я смотрю, куда вы копаете. То есть если мне не нравится девушка, ну верну меня там в 90-е, да? И если я узнаю, что у нее серебряная медаль или золотая, она закончила школу, и красный диплом закончила институт. Мне с этой женщиной не по пути. Почему? Ну потому что, ну вот признак всех... У нее невроз. У нее невроз. Поэтому он уверен. Дальше. Если он проиграл, он больше не поднимается. То есть он бросает и больше к этой теме. Это может быть все что угодно. Там наука, занятие, которым он занимается. Он туда не вернется. Но самое главное, он страшный, тревожный. Знаете, есть так называемая застревающая личность по карту Карла Леонгарду. Это люди, которые кран проверяют по 10 раз, ручку двери вот так вот. Это нервные люди, поэтому они отличники. Но у нас не хватит эфира. Это, понимаете, целая психология. Сейчас начну обо всем рассказывать. Одно цепляет другое. Но Марис ушел от моего реплики. Я еще раз возвращаюсь. Марис, вы ведь фотографируете, потому что любите это дело, правильно? Я фотографирую, когда что-то происходит. Ну, вам нравится? Да, если есть. Вот этого достаточно. Мне нравится заниматься психологией. Я когда, я еще в Израиле учился, да, и мне сказали, давай третью степень делаем. Ну, докторат. Я говорю, зачем? Ну, у тебя будет визитка такая, и там будет написано PHD. Ну, доктор философии и психологии. Я говорю, а зачем? Я же не занимаюсь научной работой. Я консультирую, ну, практики. И мне это не нужно. У меня нет амбиции. Мне нравится моя работа. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я не хочу ни доказать никому ничего. Не вырасти над собой я тоже не хочу. Потому что, ну, дайте отдельную тему пробиться, поговорю как-нибудь. Мы сейчас, может, не уложимся просто. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате на портале MX News. У меня не так много времени до конца передачи. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, говорит, задавайте вопрос. У нас немного времени. Значит, вопрос по поводу учителей. Что делать и нужно ли бороться с учителем, у которого повышенные амбиции. То есть, вплоть до того, что он всячески пытается контролировать детьми. И дело даже доходит до обмана. То есть, до обмана. И вплоть до того, что он просит детей, например, и говорить даже неправду. Но при этом он старается быть, то есть, выглядеть красивым, хорошим. А вопрос в чем был? Что делать с учителями? Он положил трубку, к сожалению, нашу. Но, в общем, с теми учителями, которые сами перфекционисты, да, и втягивают в это детей. Дело в том, а почему вы думаете, что учителя втягивают? А родители разве нещут такие престижные школы, после которых 90% поступают в университет? Ищут, конечно. Это же общая история. Общая, я бы сказал, невроз. Вы всегда должны держать в сторону своего ребенка. Особенно в ситуациях, когда он откровенно прав, учитель откровенно неправ. Ребенок, скорее всего, может пожаловаться и сказать, там, мама, папа, вот я был в школе, да, нам сказали, что мы, типа, об этом не говорили. Или вот что такое амбиции, да, чтобы хорошие цифры показать, результаты, там, контрольных работ, проверочных работ. Чтобы наша школа имела большой рейтинг. Так, это амбиция родителей. Но у меня дети-то взрослые уже, но, в принципе, если бы им сейчас идти в школу, я бы все-таки отдал в ту школу, где такая добрая женщина работает. Мне совершенно по барабану, какое там углубление, каких языков с первого класса, то, что ребенок может за год учить любой язык. Ну, хорошо, у вас такой есть опыт, вы можете посмотреть на меня, на Оксану и понять, что мы проецируем. Пойти по городу и видеть тоже, у кого какие отклонения или достоинства, да? А что, серьезно, все отклонения видны? Да. Все отклонения видны по людям? Вот можно прийти, посмотреть на учительницу и определить, насколько она адекватна? Нет, конечно, но вы знаете, что такое учительница, да? Это бывает очень такая добрая, действительно, женщина, которая реально обожает учить детей. Я был не самым лучшим учителем. Например, я в средней школе говорил детям следующее. У нас была очень маленькая разница в возрасте. Им было 18-17, а мне было 24. Я говорил, дети, ведь нет ничего такого, чего я не знаю, а вы знаете. Поэтому рот свой закрыли, и тут буквально буду я. Ничего хорошего в этом нету. Я был авторитарный, и мне не интересовало, знаете, как дети раскрываются, да, что-то у них новое появляется. Вот учитель настоящий должен быть не такой, как я. Он должен действительно балдеть от того, что дети что-то, ну, в какое-то другое качество перешли. Что-то поняли, да, что-то они осознали, и ему это интересно должно быть. А просто престижная школа, где закручивают гайки с целью, чтобы как можно больше было академической успеваемости, чтобы все Олимпиады дети выигрывали. И тогда скажут, вот эта школа в Латвии, да, в первую десятку входит престижная и так далее. Я считаю, что это, опять же, для амбиций. А еще хочу одну смешную вещь сказать. Если вы наемный работник, для вас очень важно, какое вы получили образование, ваш бэкграунд, опыт работы и так далее. А вот если вы занимаетесь бизнесом, это пусть родители сейчас закроют уши своим детям, в Америке 60% миллионеров вообще не имеют высшего образования. Образование к бизнесу отношений вообще никакого не имеет. Вы можете кончить церковно-приходскую школу и быть миллиардером. Вот что я вам хочу сказать. Я вспомнил еще одну смешную вещь. Нас есть полминутки? Есть. Все знают Джан Роулинг. Она общилась в очень непрестижном университете. В каком-то типом университете восточного Лондона. А ее бойфренд, который я никогда не любил, учился в так называемой Лиге Плюща, где самые престижные университеты Великобритании. И они на ней ржали всю жизнь. Что она вообще не образовывательная, вообще никакая. Но о чем кончилось, знает весь мир. Вот Джан Роулинг 2 миллиарда и вселенская слава, а как звали ее парни, не знает даже ее родном университете. Да, но не факт, что это уже конец. А есть еще полминуты? Есть, конечно. Мы вам скажем, когда все. Насчет того, что в жизни правильно, а что нет, у меня есть обожаемая такая, ну как сказать, поговорка. Когда одна девочка, я не рассказывал в прошлый раз, нет, получила пятерку, шла гордо подняв голову и сломала себе ногу. А другая получила двойку, опустила голову и нашла кошелек с деньгами. Никто не знает, что в жизни лучше, а что хуже. Давайте буквально на пару слов вернемся к проблеме взрослых детей и родителей. Мы это несколько раз анонсировали и так, собственно, и не затронули толком. Что делать с родителями, которые опекают взрослых детей? Ты вроде как взрослый человек, понимая, что последнее счастье у твоих мамы, папы, бабушки, дедушки позаботится о том, чтобы у тебя, взрослого, 30-40-50 летнего человека, шапка была нормально надета, и шар был правильно завязан. Но, с другой стороны, бесит ненормально. Вот что делать, где золотая середина? Вопрос, Оксана, задаете. Не в брови, а в глаз. Ответ будет не сразу понятный. Тут нужно много времени. Нужно перерасти своих родителей и разговаривать с ними не как ребенок с мамой, а как взрослый человек с пожилой женщиной. Вылавливаете разницу? Знаете, кого бесит? Бесит ребенка, которому уже 30 лет, а его мама продолжает его опускать. И маму бесит. Да, и маму это тоже бесит. Но когда вы вырастаете из мамы, когда вы понимаете, что вам не 5 лет, а это ваша мама, но это пожилой человек, а вам 30 лет, то у вас другая психология, вас уже это не раздражает. Но для этого надо заставить своих родителей по-своему разговаривать. Надо заставить, чтобы родители с вами считались, что вы выросли. Это требует... Ну, вот будет у нас еще передача, я об этом скажу. Вот объясните сейчас в нескольких словах на пальцах, что сказать этим мамам, папам и так далее? Что я так не собираюсь с тобой, мама, общаться. Мы будем общаться, как я хочу. Значит, вот про шапку мы рот закрываем, про это мы не спрашиваем. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой нормально общались, тебе надо меня начать уважать. Тебе надо смириться с тем, что мне не 5 лет, а уже 30, что я взрослый человек. А мама и папа обижаются. Да, они обидятся, им тоже приходит... У них такой болезненный рост тоже, как у детей, да? Если ты поймешь, у нас все будет хорошо. Если не поймешь, нам будет трудно с тобой общаться. Так как родители все равно поймут, им деваться просто некуда. Это не сразу произойдет. Первая моя работа была в этой связи, женщине было 82 года, а дочери 60. И ничего, она 82 года поняла, что не надо звонить 5 раз в день и выносить мозг. Почему? Хочется общаться с детьми. Значит, считайся с тем, что твой ребенок уже взрослый. Но это действительно отдельный разговор, конечно. К сожалению, сейчас нужно заканчивать. Да, буквально пару минут у нас осталось. Один звонок успеем принять. Очень коротко. Добрый. Хочел спросить вашего гостя. В Латвии только по официальной статистике 73% детей в школах подвергается насильнице. Если вы разговариваете о школе, там не все так весело. На самом деле, у меня четверо детей. Информации достаточно. Причины и что с этим делать? Спасибо. Ну, наш слушатель не сказал, со стороны кого насилия? Учителей или других детей? Над детьми вроде насилия. Над детьми насилия? Нет, дело это понятно. Дело в том, что Латвия все-таки член Евросоюза, европейские ценности в Латвии разделяет, даже юридически. Поэтому есть надзирающие органы над школой. Это не обязательно, кстати, должен быть директор школы, который может защищать своих учителей. Вы должны писать письмо или Министерство образования, или органы районные или городские образования, где указывать на ситуацию и требовать разбирательства. Вводить ребенка из школы в школу, чтобы уметь стресс, я бы не стал. Пусть лучше учителей уволят, а не ваш ребенок придет в другую школу. Всегда старайтесь быть на стороне ваших детей. К сожалению, очень многие родители в погоне за оценками стараются не конфликтовать со школой в ущерб своим детям. Это неправильно. Оценка будет, а ребенка второго у вас такого не будет.